Всем салютка, мехамастер тут. Это 19 урок из моего курса по программе ZBrush, в котором мы рассмотрим панель деформаций и разберемся для чего использовать ее и когда. Ну что, поехали? Меню деформации Под меню деформейшн и некоторые кнопки отсюда мы уже видели и разбирали. Например, кнопку мир мы разбирали в видео про симметрию в ZBrush. Поэтому сразу приступим к ползункам ниже. И заметим, что возле каждого ползунка есть вот такая вот точка или колечко. Это выключатель или переключатель режима каждого ползунка с одного скрипта на другой. И если нас, допустим, не устроил результат, который получился при помощи применения какого-то ползунка. Это не допустимо! Мы всегда можем попробовать переключить этот режим при помощи вот этих вот выключателей. А теперь разберемся в назначении, собственно, самих ползунков. Первый ползунок это ползунок Polish, который отвечает за сглаживание модели. Это бывает очень удобно, чтобы не сглаживать кистью, не водить по всей модели кистью, а сразу сгладить всю модель, просто использовав ползунок Polish. Также эти ползунки работают очень хорошо вместе с маской. То есть, например, если замаскировать какую-то часть модели и применить любой из ползунков, например, тот же самый ползунок Polish, то мы заметим, что применяется ползунок только на области, которая не была замаскирована. Далее, если ползунок Polish отвечает за обычное сглаживание, то ползунки Polish by Features, Polish by Groups, Polish Crisp Edges отвечают за какие-то вариации сглаживания. Например, Polish by Features отвечает за сглаживание каких-то мелких деталей. Допустим, на вашей модели есть поры или какие-то мелкие детали, и вы хотите от них избавиться. Можно использовать для этой цели ползунок Polish by Features. Также очень похожий результат получается при использовании ползунка Polish Crisp Edges, который сглаживает самые острые элементы модели, то есть выступающие всякие углубления и тому подобное. Ну и третий ползунок Polish, точнее четвертый уже, это Polish by Groups, который отвечает за сглаживание по полигруппам. Как это работает? Сейчас включим функцию Polyframe. Можно также использовать для включения комбинацию клавиш Shift плюс F. Замаскируем какую-то часть модели. Используем комбинацию клавиш Ctrl плюс W для того, чтобы превратить эту область в полигруппу. После чего применим ползунок Polish by Groups. При этом мы заметим, что границы полигруппы, во-первых, сгладились, а во-вторых, сгладились и другие области полигруппы. Это очень удобно использовать при создании хардсерфейсных элементов, например, доспехов, каких-то элементов брони и тому подобного. Далее есть несколько ползунков Relax. Relax обычный позволяет разгладить модель, разгладить сетку точнее, а не модель. Как видим, после использования Polish by Groups граница полигруппы была сглажена, но при этом некоторые полигоны были сжаты или сдавлены. И ползунок Relax расслабил эти полигоны, так как Relax стремится к тому, чтобы уравнять все полигоны по размеру, то есть чтобы все полигоны по размеру были одинаковыми. Следующие два ползунка используются при создании своих VDM кистей, то есть когда мы скульптим не на вот такой модели, а на плоскости. Первый ползунок Relax Plane Grid стремится к тому, чтобы все полигоны на скульпте стали одинаковые по размеру, при этом сохраняя форму скульпта. Второй же ползунок Morph to Grid стремится к тому, чтобы все полигоны вернулись в изначальное состояние плоскости. Далее идут две очень интересные кнопки Smart Resymmetry и Resymmetry. Эти две кнопки отвечают за восстановление симметрии на модели. Как они работают? Допустим, с одной стороны добавим на рост и используем кнопку Smart Resymmetry, когда у нас включена Resymmetry по оси X. Можно включить по другим осям, но в данном случае только по оси X будем использовать. Нажимаю на нее и видим, что модель стала симметричной, но есть одна особенность. Нарост с той стороны, с которой мы его делали, уменьшился. И причем уменьшился на то количество, на тот объем, который вырос с другой стороны. То есть это как при реальной лепке, как будто бы снять часть массы с одной стороны и перекинуть ее на другую сторону. Очень интересная функция. Ну, очень интересно. Но я ей пользуюсь не часто, поэтому не знаю все их тонкостей, ее использование. Следом идет функция Resymmetry, которая почему-то не работает в данном случае. Далее следует другая группа ползунков, которая гораздо обширнее. И первый ползунок из них это ползунок Offset. Offset это отступ. Если мы посмотрим, в данном случае мы делаем отступ по оси X. Можно отступить как в одну, так и в другую сторону. Также можно использовать функцию Offset и с применением маски. Таким образом, деформируя модель, можно отступать по другим осям. Например, по оси Y или по оси Z. Или даже по нескольким осям сразу. Как и с любыми другими ползунками. Следом идет ползунок Rotate. В данном случае по оси Z у нас включено. И вращает ползунок Rotate относительно нуля координат. То есть относительно мировых точек, где сходятся вот эти линии, вот в этой точке. И будет 0 координат относительно этой точки. И вращается модель или часть модели, не замаскированная, при помощи функции Rotate. Вращать можно по любым осям точно так же, как мы видим. Следом, вернемся немного назад. Следом идет ползунок Size. Очень полезный, который отвечает за изменение размера модели или не замаскированной части модели. В данном случае включено масштабирование по всем осям ползунком Size. Я очень часто использую ползунок Size для масштабирования любых фигур, состоящих из Z-сфер. Например, манекенов вот таких. Очень удобно. Следом за ползунком Size идут два ползунка Band, которые отвечают за изгибание модели. Снимем маску. И попробуем использовать один из ползунков Band. Вот таким образом работает обычный Band. То есть он просто сгибает модель, но при этом разрывает ее. В отличие от него S-Band, то есть Smooth Band, сглаженные сгибания, работает гораздо лучше и чаще его можно использовать. Точно так же они работают и вместе с масками. Далее идет ползунок Twist, который скручивает модель. По любой оси можно скручивать модель точно так же. За ним идет ползунок Taper, который сужает модель, превращая в конус модель. Получаются очень странные формы. При этом можно сжать модель, разжать. Точно так же это работает относительно мировых координат, если я правильно понимаю. Следом идет функция Noise. Добавление шума. Пошумим! Это очень интересная функция, на самом деле очень полезная. Если вы хотите добавить шум на свою модель, чтобы она не казалась слишком гладкой, можно использовать ползунок Noise. Можно использовать его вместе с маской точно так же и применять на незамаскированных областях модели, контролируя тем самым применение шума. Далее есть ползунок сглаживания. Далее более новая функция Contrast. Работает она следующим образом. Если у вас есть какие-то, допустим, поры, но они плохо читаются, можно использовать просто ползунок Contrast. И, допустим, вот как шум сейчас, эти поры станут гораздо более читаемы и заметны. Ну и два одних из самых часто используемых ползунков. Это Inflate и Inflate Balloon. Как они работают? Их часто применяют при детализации на Hard Surface элементах или чем-то подобном. Например, функцию Inflate используют для вдавливания каких-то частей или выдавливания. Либо для расширения какой-то области, то есть увеличения стенок. Можно использовать Inflate функцию. Она надувает модель или выдавливает полигоны по их нормалям. Как расположены нормали на моделях, то есть они перпендикулярны полигонам. Соответственно, каждый полигон выдавливается в разные стороны. Inflate Balloon же выдавливает не просто по нормалям, но также и, скажем, надувает при этом модель. Она выглядит более надутой. То есть сейчас это менее заметно, наверное, после применения функции Inflate. Но если, скажем, мы попытаемся сделать такой же элемент при помощи Inflate Balloon, то мы сразу заметим разницу. Inflate Balloon. И видите, то есть модель, как бы область надувается из центра. Не конкретная область выдавливается, а такое ощущение, что внутри создается давление и в разные стороны выдавливается. Далее идет функция Sphere Ice, которая пытается превратить все в сферу. Это работает относительно мировых координат. То есть вот здесь вот мировые координаты находятся, и, соответственно, модель пытается превратиться в сферу. Видите, да? Центр смещается к центру мировых координат. Далее идет ползунок Gravity, который, понятно, по названию отвечает за гравитацию. Очень слабый эффект почему-то получается у нас. Но если повторять, использовать Gravity функцию, то, в принципе, можно достичь какого-то интересного эффекта. Ну и самая, наверное, непонятная функция для меня лично, и непонятно где можно ее использовать, это функция перспектива, которая называется. Она вытягивает модель... Так, отменим все, чтобы было яснее, как это работает. Вытягивает модель вдоль перспективы. Где это может быть использование, я понятия не имею, но такая функция у нас есть. Ну и чуть не забыл, что вместо использования повторно ползунка несколько раз, можно использовать просто вот эту кнопку, которая повторяет действие, которое мы сделали только что с ползунками. Нажимаем несколько раз, и, соответственно, мы использовали последнюю функцию ползунок, точнее, перспектива. И, соответственно, ZBrush повторяет действие с ползунком перспектива несколько раз. Помимо Repeat to Active, есть еще несколько кнопок. В данном случае они у нас серые, потому что у нас один-единственный саптул в ZTool находится. Вот как мы видим, единственный хэд называется. Но если у вас в сцене или ZTool есть другие объекты, другие саптулы, то можно применить действие какого-то ползунка не на том же только саптуле, но и на других саптулах при помощи Repeat to Other кнопки, которая применит действие какого-то ползунка на других видимых саптулах. Также можно включить функцию маски, чтобы функция Repeat повторения обращала внимание или учитывала маску. Ну и последняя кнопка Repeat to Folder, которая, соответственно, повторяет действие ползунков не на видимых саптулах, а на целой папке. А на этом на сегодня все. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте свои трехмерные лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны. Также мои работы вы можете посмотреть по ссылке в описании в ArtStation, Instagram, TikTok и Twitter. Ну и задать мне вопросы вы можете на моем Discord сервере. А на этом на сегодня все. Всех обнимаю. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.